Дальше есть еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, верно ли рассуждение о том, что вымирание позиции классической десятки обусловлено активным развитием относительно нового понятия полуфланг, а также тем, что в современном футболе роль плеймейкера все чаще берут на себя центральные защитники и опорники? Ох, давайте по порядку. С одной стороны, тут очень интересное явление раскрывается. Смерть классической десятки, и с этим нельзя не согласиться. Действительно, представители этой роли все реже встречаются в футболе и все чаще вынуждены адаптироваться. С другой стороны, тут очень разный спектр причин приведен, которые могут быть не вполне точными, на мой взгляд. Что касается развития такого понятия, как полуфланг, у меня немножко эта сама формулировка немножко покоребила, потому что все-таки полуфланг – это не понятие, это зона, конкретная зона на поле. Давайте, у меня как раз есть схема, которая сегодня слишком часто, неприлично часто простаивает, не очень много было вопросов, где она была нужна. Грубо говоря, полуфланг – это конкретная зона, она всегда существовала. Вот это один полуфланг, вот это второй полуфланг, вот так можно его прощерчивать, хоть до упора, это конкретное пространство. То есть в нем оперировали и классические десятки, когда они туда отходили. То есть нет такого, что раньше этого не было, теперь это появилось. То есть это начали называть таким словом, причем и в английском, и в русском все чаще-чаще начали использовать, причем используют не только гики, но и сами тренеры используют. И, наверное, уже не просто гики, тренеры и болельщики уже постепенно знают, что такое полуфланг. Но нельзя сказать, что этой зоны раньше не существовало. Ее могли иначе называть, грубо говоря, зона инсайда, еще как-нибудь, не помню, честно говоря, и от страны зависит еще, как ее называли. Но она всегда присутствовала. То есть это не может быть причиной того, что десятки вымирают. Вторая причина – она уже ближе к истине. И действительно, даже в отчете UEFA по итогам евро, пускай это давняя тенденция, но почему-то решили про это поговорить сейчас, например, с Жоржинио. Фабио Капелло это отмечал, что раньше функции Пеломехера были у десяток, наверное, вспоминает свои золотые годы. Сейчас они сместились в опорную зону. Есть такая тенденция, и можно говорить о том, что действительно сейчас, если говорить об игре с мячом, есть некоторые изменения профилей у команд, которые пытаются максимально контролировать свои матчи, максимально доминировать в них. И это одно из объяснений, но мне кажется, оно все-таки вторичное. Главная причина, она намного более банальная – это просто объем оборонительной работы. Цельность, с которой играют команды, и компактность, с которой играют команды, и объем, и требования, которые предъявляются ко всем. То есть свободные… вот эти классические десятки – это также были свободные десятки. Игроки, которые освобождены от большого объема оборонительной работы, и сейчас их размещать очень трудно. Либо они должны адаптироваться и совмещать свою творческую натуру с тем, что нужно еще проделывать и оборонительную работу, а такого еще пойди найди, который и в том, и в том настолько же хорош, как те свободные художники начала нулевых, конца 90-х. И это уже немножко другая роль будет. Мы немножко иначе будем такого футболиста воспринимать. И, конечно, нельзя игнорировать. И сейчас этих футболистов можно найти, но они скорее в других ролях раскрываются. То есть те, кто мог раньше играть как свободная десятка, сейчас могут играть со смещениями с фланга, могут играть как свободная восьмерка в схеме 4-3-3 с хорошим прессингом, который немножко освобождает от оборонительной работы, потому что ты бегаешь мало, но в нужные моменты, могут играть как ложные девятки. То есть трансформация случилась, но некоторые качества, они в современный футбол тоже перешли. Ну и последний аспект, наверное, все-таки важно учитывать, что модный позиционный футбол, она очень сильно, это все-таки структурированная модель, которая требует от игроков дисциплины в большинстве игровых стадий. И если ты используешь эту модель, а многие сейчас владеющие мячом команды ее используют, тогда меньше свободы и меньше возможности самовыражаться для таких футболистов. Вот, наверное, разные факторы, но более-менее все я их проговорил, привели к смерти этой позиции. Вернее, сейчас эта позиция умирает медленной смертью.